Первый у нас участник Воробьёва Татьяна Евгеньевна, Центр Эколог, Советский район. Будем приглашать, ждём. Добрый день, уважаемые эксперты, а также участники мастер-класса. Я рада вас приветствовать в нашем образовательном пространстве научной каворги. Меня зовут Воробьёва Татьяна Евгеньевна. Я представитель Эколога Биологического Центра. И сегодня я бы хотела пригласить вас в путешествие в мир науки и даже дать вам почувствовать себя настоящими учёными. И чтобы наше взаимодействие прошло очень плодотворно, в дружеской обстановке, я предлагаю провести небольшой ритуал, который мы проводим на занятиях с ребятами, когда ещё только начинаем знакомиться. Для этого мы возьмём вот такую колбу, и эту колбу необходимо будет передавать, называя своё имя. Начнём мы с меня. Итак, меня зовут Татьяна. Меня зовут Денис. Меня зовут Валерия. Меня зовут Айдар. Меня зовут Марат. Меня зовут Алия. Меня зовут Айзиля. Отлично. Я была рада со всеми познакомиться. И также я хочу предложить сейчас сделать следующее. А дотроньтесь сейчас до этой колпы. Почувствуйте, насколько изменилась ее температура. Это значит, что здесь выделилась энергия. А вот правильно направленная энергия – это залог успеха любого мероприятия. Я вообще считаю, что самое главное в моей работе – это правильно направлять энергию ребятам. Направлять ее на обучение, развитие и открытие чего-то нового. И на наших занятиях мы стремимся именно к этому. А вот цель моего сегодняшнего мастер-класса – это представить личный профессиональный опыт организации образовательного пространства с помощью каворкинга, который я реализую на базе нашего центра. Какие перед собой я поставила задачи? Это сформировать у участников мастер-класса представление о каворкинге, обучить участников мастер-класса принципам образовательного каворкинга и достичь совместного результата, активизировать познавательную деятельность участников, педагогов, повысить уровень профессиональной компетенции. Вы можете спросить меня, что же такое каворкинг? Оказывается, что этот термин возник еще в 1999 году, когда Бернсбекове предложил использовать пространства, в которых нет никаких разделений между разными участниками, где постоянно будет происходить мужговой штурм, общение, передача информации. Именно в таком пространстве будут рождаться самые лучшие идеи и будет самое лучшее взаимодействие. Сначала к такому формату, конечно, было предвзятое ощущение, но, тем не менее, постепенно все поняли, что этот формат имеет место быть и может развиваться. И на данный момент, по данным проекта «Статистика», в 2025 году этот формат взаимодействия будет только распространяться и развиваться по всему миру. Поскольку концепция дополнительного образования диктует нам создание инноваций и внедрение инноваций в образовательную деятельность, я считаю, что использование научного каворкинга на занятиях естественно-научной направленности, и не только естественно-научной направленности, вполне себе оправдано и может позволить достигать новые, очень хорошие, грамотные результаты. Я думаю, каждый из вас может сказать, что на занятиях в школе с партами, которые стоят в три ряда, где нет никакого движения, очень тяжело ребенка заинтересовать наукой и заставить ее полюбить. Да, очень странная формулярка «заставить полюбить» сделать так, чтобы он проникся и полюбил науку. А если мы постоянно находимся в движении, мы ставим задачи, выполняем исследовательские проекты, выдвигаем гипотезы, опровергаемых или наоборот подтверждаем, то, конечно, здесь у каждого ребенка возникает желание учиться, узнавать новое и развиваться. Я же в своей работе использую образовательный каворкинг, в котором есть несколько определенных зон. Первое – это зона конструктивного взаимодействия. Что будет происходить у нас в зоне конструктивного взаимодействия? Это, конечно же, выдвижение гипотез, изучение теоретической базы, создание мозговых штурмов, выбор правильного решения, и, конечно же, это внесение информации, аккумулирование информации. Все это происходит именно в зоне конструктивного взаимодействия. Следующая зона моего каворкинга – это технологическая зона. Думаю, даже если посмотреть, понятно, что здесь мы проводим лабораторные исследования и эксперименты. Также в нашем каворкинге присутствует информационная зона. Что происходит здесь? Здесь мы отбираем более важную информацию, а также работаем с информационно-коммуникативными технологиями. Это, например, программа Learning Apps, Active Inspire – как раз-таки то, что у нас связано с информационно-коммуникативными технологиями. Ну и, конечно, у нас есть рекреационная зона. Что такое рекреационная зона? Это зона, где ребенок может отдохнуть, настроиться на новый лад, чтобы снова приступить к работе, отдохнувшим, с новыми силами, благо в дом образовании мы можем себе такое позволить. Отлично. Вот на таких занятиях, когда мы используем несколько различных зон, ребенок может переключаться, одновременно почувствовать себя и ученым, и лаборантом, и инженером, и IT-специалистом. И это, естественно, замечательно влияет на профориентацию. Да и в нашем регионе, где у нас большое количество различных предприятий, мы должны детей учить, что нам нужно будет быстро уметь переключаться и решать много задач. Сейчас у нас век многозадачности. Я думаю, что все с этим согласятся. На своих занятиях я использую не только различные зоны, но и еще различные приемы. Возможно, вы заметили, что сейчас я зашла сюда с каким-то интересным чемоданчиком. Тоже один из приемов, который педагоги смогут использовать на своем занятии. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что я в этом чемоданчике принесла? Что я сегодня принесла на ваше занятие? Есть какие-то идеи? Реактивы, химические посуды, оборудование. Какое-то задание. Отлично. Кстати, очень хорошая идея, часто это действительно бывают задания. Этот интересный прием заставляет детей включиться в работу. Как вы видите, и педагогов взрослых тоже заставляют включаться в работу. И все-таки что же у меня чемоданчик? Здесь я принесла сегодня одну из моих новостей, которые я внедряю в свою работу. Это лэкбуки или чек-листы. Что же такое лэкбук или чек-лист? Это новый метод сбора информации, ее аккумулирования. Мы используем не обычные тетради, в которые записываем информацию, которую мы получаем, изучая теорию и практику. А именно чек-лист или лэкбук, в который мы вклеиваем, дорисовываем, дописываем. Это, безусловно, помогает нашей работе. Включает ребенка более активно. Особенно тех, у кого развито пространственное мышление, кто у нас творческий. И ребятам особенно нравится именно такой формат. И я сегодня попрошу, чтобы вы мне помогли, тоже взаимодействовали с этими лэкбуками. Этот метод вы тоже сможете использовать в работе. Этот прием. Также, вместе с нашими лэкбуками, я принесла еще вот такие часы. В наш век тайминга немаловажно, чтобы на занятиях обучающиеся еще и умели правильно, грамотно контролировать свое время. С этим, я думаю, тоже многие согласятся. К сожалению, даже взрослые иногда не умеют это делать. И мы сегодня тоже поработаем и с этим приемом. Отлично. Но, чтобы понять, как же работает каворкинг, я предлагаю рассмотреть фрагмент одного занятия. Это даже не занятие, это именно фрагмент для изучения взаимодействия различных зон каворкинга. И я предлагаю рассмотреть фрагмент занятия, который называется «Классификация неорганических соединений». Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на экран. Обратите внимание, что здесь у нас изображена таблица Менделеева. В таблице Менделеева сто восемнадцать химических элементов. Как вы думаете, какое количество неорганических соединений можно создать именно из этого количества химических элементов? Есть идеи? Наверное, тысячами исчисляете. Тысячами? Может, даже десятками тысяч. Десятками тысяч. Вот оказывается... Соткой тысяч. Что только неорганических соединений может быть более двадцати тысяч. Конечно, нам нужно их как-то разделять. А какие химические вещества вы знаете? Давайте каждый назовет по одному. Вода. Калиевая соль. Калиевая соль. Соль, хорошо. Поваренная соль. Фосфор. Фосфор. Сода. Сода. В огне. Перекись водорода. Перекись водорода. Графит. Графит. Посмотрите, какое большое количество соединений. Я думаю, если мы к нашим экспертам обратимся, так мы еще больше сейчас назовем разных веществ. Конечно, их нужно уметь правильно разделять и классифицировать. Если бы химик учил 20 тысяч соединений, наверное, на этом бы его образование химическое и заканчивалось. И нам это нужно для того, чтобы разделять, уметь выбирать тот класс соединений, у которого есть определенные свойства. Если бы они были у нас химические соединения вещами, то, наверное, у второй комнаты нам легче было их найти. Я думаю, вы с этим согласитесь. Немножко обратимся к нашим школьным знаниям за второй класс. Посмотрите на эти фигуры и скажите, по какому принципу мы их можем разделить. По какому принципу? Как или как? По размеру. По форме. По форме. По цвету. Верно. Сейчас вы классифицировали. И вот химические соединения классифицируются, конечно, не по форме, цвету и размеру. Но, тем не менее, по наличию каких-то определенных признаков. Этому мы сегодня и будем учиться. Итак, строение того или иного объекта заложено в основу многих классификаций. Посмотрите на свои рабочие столы. На рабочих столах у вас есть шаростяжневые модели. Акинофонсулятор. Взглядом, скажите, это вещества одного класса или разного? Они похожи друг на друга или не похожи? Я думаю, даже невооруженным глазом видно, что они друг на друга не похожи. Конечно, это разные классы соединений. И вот строение молекулы определяет, к какому классу она будет относиться. Как мы будем его классифицировать. Нам сегодня предстоит изучить классификацию кислот и оснований. Даже не изучить, а рассмотреть модель того, как мы это можем делать на занятиях. И как вы можете внедрять подобные методы на свои занятия. Я предлагаю разделиться нам на две группы. Первая группа из четырех человек выводите у нас сегодня командой кислот. Сейчас вы будете командой кислот. Вторая команда, эта команда оснований. Откройте, пожалуйста, ваши листы для фиксации информации, ваши лэпбуки. Сейчас вам в течение одной минуты при использовании информационных технологий, при использовании бумажных носителей, то есть книг бумажных носителей информации, а также собственного жизненного опыта, необходимо будет ответить на три вопроса. Первый, это дать определение классу кислот, оснований, вспомнить нескольких представителей, а также вспомнить или найти информацию о том, какое определение нам дается именно классу кислот или оснований. Понимание, время пошло. Так, нам же представители нужны, да? Да, представители кислот, мы представители. А, представители, мы представители, мы выбираем вот так. Хотя мы трех будет достаточно. Но не так, если на три, как минимум. Мы вклеиваем сразу представители. Вы можете, да, сразу поместить в чьи представители. Я предлагаю вам разделить, кто что, разыскивает, какую информацию, да, не пытаться найти все сразу. Вы можете сразу, мы будем проводить, да, ради определенного определения. Да, хорошо. Используйте в правилке. Вы дадите, вы говорите, какие-то сроки бывают. Итак, время выше ну или выше. Мы предлагаем сначала ответить команде кислот. Кто же у нас будет отвечать? Кто готов? Я. Итак, я прошу вас дать определение кислотам. Что такое кислоты? Так, это сложный вещество, состав, который находится, соответственно, водород, и кислотный остаток. Отлично. Каких представителей кислот вы смогли вспомнить? Вкусная кислота. Отлично еще. Вкусная кислота. Азотная. Ну, хотя бы три, уже здорово. Замечательно. А где применяются кислоты? Где вы могли встретить повседневную жизнь? И сейчас моя коллега назвала название кислот. Первые три из них, то, что хозяйки используют у себя нахуй. То есть это пищевая промышленность. Отлично. Наверное, это химическая промышленность. Это химическая промышленность. Хорошо, что это химическая промышленность. Ах, ну, просто просто у нас нахуй, чтобы не втягаться. А, Миша, это просто не втягивается. Ну, что, команда основания. Засчитываем ли мы цвет команды кислот? Я думаю, что надо. Теперь слово держит команда основания. Дайте, пожалуйста, определение основания. Что это такое? Итак, основания. Это то соединение, в котором сочетается металл и гидроксидная группа. Ну, ОАШ. Хорошо. Каких представителей вы можете назвать? А3, А4, Кали, А4, А4. Отлично. Отлично. А теперь, пожалуйста, скажите, где они в жизни применяются? Где вы можете их встретить в повседневной жизни? Самое, наверное, бутовое, это прочистка труб с помощью гидроксидной А3. Да, отлично, совершенно. Производство бумаги, молодые вещи. Отлично. У нас подготовленная команда, получается, здесь очень экспертная. Молодцы. Совершенно верно. Вот такой способ вы тоже можете использовать на своих занятиях. То есть не давать детям готовые ответы, а создавать ситуацию, когда они информацию добывают сами. И при помощи сети интернет, и при помощи книг, и даже жизненного опыта. А потом можно этой информацией обменяться. Метод очень действенный, я его на своих занятиях очень часто применяю. И когда мы с вами получили информацию о кислотах и основаниях, нам следует обратиться к нашему лэпбуку, в который мы эту информацию зафиксируем. У нас уже заранее есть готовые наклейки, которые можно вклеить в этот лэпбук. Во-первых, это ускоряет работу, да, это не вписывание долгое, нудное, еще кто-то может и не захотеть. А наклейку редко кто не хочет вклеить, поэтому вклеиваем наклейку. Отлично. А кто-то у нас уже успел во время обсуждения. Далее, практика моих занятий показывает, что выгоднее всего из зоны конструктивного взаимодействия переходить в технологическую зону. Когда мы получили самые основы нашей тематики, мы должны закрепить это при помощи экспериментов. Ну и к тому же это помогает на занятии сменить род деятельности. Поэтому я попрошу уважаемых участников мастер-класса перейти из зоны конструктивного взаимодействия, проработать активность в зоне технологической. То, что мы выполним в зоне технологической, обязательно будет использоваться у нас и при заполнении лэпбук. Только сначала мы выполняем опыты, а далее уже записываем все в нашу карту. Итак, первое. Я предлагаю рассмотреть свойства кислоты. Чтобы рассмотреть свойства кислоты, мы используем здесь буквально такой простой, примитивный опыт, но, тем не менее, очень эффектный. Все его очень любят. Найдите, пожалуйста, колбу, которая у вас находится на столе. В ней находится синяя жидкая, специально подкрашенная раствор. Также рядом с колбой находится шарик. В этом шарике находится сода, химическая соль. Нам необходимо будет на счет 3 поднять шарик, чтобы сода попала в раствор кислоты. И прокомментировать, какое же явление, что вы будете видеть. Готовы? Раз, два, три. Поднимаем. Здорово. Какой эффект вы наблюдаете? Выделение газа. Выделение газа. Отлично. И благодаря выделению газа у нас надувается воздушный шар. Знаете, кто знает, какой газ ты у нас выделяется? Углекислый. Да, СО2, углекислый газ. Отлично. То есть мы с вами знаем, что в некоторых случаях при добавлении соли к кислоте у нас будет выделяться газ. Выделение газа – один из признаков химической реакции. Теперь мы поработаем с основанием. Найдите две пробирки на рабочем столе. В одной пробирке находится раствор щелочи, а в другом раствор соли. Ваша задача – раствор из второй пробирки перелить в первую пробирку. Как вторая? Из второй. Второй? Второй. Да. Один на два, совершенно верно. Переливаем. Вы наблюдаете какие-либо изменения? Цвет. Отлично. Изменяется цвет и выпадает химический осадок. 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 Отлично. Это значит, что химическая реакция у нас действительно протекает. У вас тоже есть осадок, просто в немножко меньшем объеме. Нет, здесь мутность добавилась. А у нас у всех разные цвета, да? То есть вот у нас? Да, цвета могут зависеть от концентрации раствора и от того, какое количество вещества вы добавили. Поэтому не переживайте, если у вас цвет немножко от соседа отличается. Главное, что вы видите признак этой химической реакции – это выпадение осадок. Следующее. Нам, конечно, интересно, а могут ли кислоты взаимодействовать с основаниями. Для этого мы проведем следующий лабораторный зал. Найдите на лабораторном столе стаканчик на 50 мл, лабораторный стакан, а также маленькую пробирку, которая находится у вас на подносе. Слежимой этой пробирки необходимо перелить в лабораторный стакан. Что вы наблюдаете? Что происходит? Изменение цвета совершенно верно. Это индикатор, который называется фенолфт-молин. Есть даже такое гуманическое правило. Фенолфт-линовый, щелоча – малиновый. Сейчас мы проведем химическую реакцию между основаниями кислоты. Возьмите, пожалуйста, капельницу с кислотой и добавляем из этой капельницы с кислотой столько капель кислоты, пока цвет раствора не изменится. Кардинально? Кардинально не изменится. Добавляем. Отлично. А теперь прокомментируйте, пожалуйста, о чем свидетельствует изменение цвета в реакции. Что произошло? Изменился по аж, верно. А кто знает, как называется реакция, которая произошла? Реакция нейтрализации. Да, верно. Реакция нейтрализации. Что мы выяснили здесь? Давайте еще раз закрепим. Первое. У нас соли могут с кислотой взаимодействовать? Да. Да. Какой признак был? Что выделялось? Газ. Если мы брали основание и взаимодействовали с солью, то у нас образовывался... Ассалат, да? И между собой основание и кислота могут реагировать. Данная реакция называется... Нейтрализация. Все, отлично. Мы провели опыт и даже лично закрепили нашу информацию. Поэтому попрошу вас снять перчатки. Здесь бы на своем занятии я порекомендовала снова вернуться в зону конструктивного взаимодействия. Где мы закрепили бы информацию о лэббуках. А также я бы провела рефлексии. Возвращаемся на свои рабочие места в зону конструктивного взаимодействия. Вам необходимо ту практическую информацию, которую вы получили, эмпирическим методом. Вам нужно внести ее в лэббук. Также я советую во время работы уже с обучающимися, чтобы обучающиеся во время работы взаимодействовали друг с другом, советовались. А педагог уже находился рядом с ними. То есть подсматривал, подглядывал. И только если видит, что происходит что-то не так, мог внести какую-то конструктивную мысль. Хорошо. Итак, у нас было две команды. Команда кислоты и основание. Сейчас я предлагаю нашим командам поменяться. И команда основания я хочу пригласить к доске, чтобы выполнить рефлексию Марио и Айдаром. Вы выполняете это в своем лэббук. Какая ваша задача? Здесь вам необходимо разделить на две группы. Отделить кислоты от веществ, которые кислотой не являются. Итак, Айдар, вы, пожалуйста, отделите кислоты. Прокомментируйте, пожалуйста, по какому принципу вы их отделяете. Что есть у них особенное? Я смотрю вначале, есть ли водород. И переношу его. Так, я что-то не могу найти. Помогаете, все командники. Ага, я не вижу. Отлично. А теперь всех тех, кто кислотами не являются. И как мы верно сказали, у всех кислот на первом месте... Водород. А какое у нас есть вещество, у которого тоже на первом месте водород, но кислотой не является? H2O. Совершенно верно. Так, перегляем. Так, давайте еще раз. У всех кислот на первом месте? Водород. Водород. Если есть водород на первом месте, значит и кислота. Я думаю, что здесь у Алексея пошла замечательно. Вы действительно справились задания. Теперь я попрошу отойти к команду, которая была кислотами. У меня теперь становится основанием. В доске выходит Валерия и Денис. Валерия, вам нужно отделить все основания. Валерия, прокомментируйте, пожалуйста, по какому принципу вы отделяете. ООН. ООН. Главный признак. Да, главный признак. Как раз таки... Моя признака. Моя признака. Вы решили помочь. Помогу. Вы джентльмены. Помогу. Отлично, вы большие молодцы. Все прошло удачно. Я думаю, что вы замечательно справились. Ну что, и финальная рефлексия, которую я рекомендую тоже проводить на занятии в формате брейн-ринга. То есть или по-другому у нас еще называется батл. Я делю теперь нас на две команды. Одна команда – это практики, а одна команда – теоретики. За одну минуту вам нужно вспомнить все постулаты, которые вы сможете вспомнить, того, что вы делали в теории, точнее, в теории, а вы то, что делали в практике. У вас есть одна минута, да, то, что мы делали именно в технологической зоне. У вас есть одна минута, чтобы вспомнить, и дальше мы будем с вами устраивать батл. Вы будете называть один термин, да, или постулат, а вы другой. Итак, время пошло. Используйте, пожалуйста, лэвбуки. У вас все есть лэвбука. У вас еще это получается, когда вы делаете, надо было лэвбуки и выменяться. А, сначала, да, можно. Поменьше. У вас? А, там что-то, не больше. У нас здесь есть. Здесь пишут «Осыщие». У нас здесь есть. У нас здесь есть. У нас здесь есть. Вы можете стрелочкой написать. Осталось полминуты. У нас здесь есть. Мне кажется, они, как-то взаимодействие было вложено. Мы можем в реальной серии, потому что он их разделяется. Кто-то это сказал, кто-то нарисовали. У каждого свой подход. Это здорово. Итак, время вышло. Предлагаю, что первыми в баттл поступают у нас теоретики. Итак, уважаемые теоретики, кто будет первым постулатом? Мы обратили внимание на то, что существуют, во-первых, различные дисфекции веществ, и, во-вторых, мы с одной из них тоже находимся. На примере классов соединениях. На примере классов соединений. Хорошо. Теперь слово держит теоретики. У нас, получается, были две группы веществ, кислоты и соли. При смешивании у нас образовалась газ. Хорошо. Теперь можно добавить на каждую реакцию. У кислоты была своя реакция характерная, а у основания своя. Своя характерная реакция. Хорошо. Теперь снова теоретики. Так, кислоты. Вот вы упомянули. Кислоты – это такие вещества, у которых вначале водород и кислотный остаток есть. Замечательно. В практике. Когда мы делали реакцию с фенолфталиином, именно, наверное, водород, да, как показатель кислотности, он изменил окраску фенолфталиина на бесцветную. То есть поменял цвет. Хорошо, да. Тут уже прям глубинные знания вошли. Снова же у нас. Развитывать продугающую тему мы можем играть определение основанием в плане того, что один доставлю с собой металл и некую, как минимум, количество гидроксинной группой. Хорошо. Ну и последний тогда наш ход. Вот практика. Вы приезжали. Давайте. Приезжали. Нет, нет, нет. Сейчас мы вас застанем. Сейчас. При взаимодействии получается основание и красиво. Именно. Да. За счет вашей группы получается краситель приобретает розовую. Индикатор изменяет. Да, индикатор изменяет свою окраску на розовую. Ну в данном случае у нас было на розовую. Да. Фенолфталииновый, шелчок, малиновый. 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 После такого занятия, конечно, у нас обучающиеся будут обладать набором информации для быстрого разделения двух классов вещей. Конечно, их четыре, но мы хотя бы два сегодня рассмотрели. Но это только один из форматов, один из видов взаимодействий. Конечно, на занятиях можно использовать намного больше интересных приемов и методов. Я предлагаю сейчас посмотреть то, как мы можем перейти на еще более высокий уровень. Это начальный уровень, а вот один из уровней, который мы используем с более продвинутой группой, те, которые являются у меня уже ребятами, которыми несколько лет занимаются. Я предлагаю всем нашим педагогам подойти сюда, к рабочему столу. Четыре человека соединены с одной стороны, четыре человека с другой стороны. А сейчас будем выполнять с другой групповой. Какая ваша задача? Каждый из вас берет вот эту пробирочку и на счет три мы вместе должны будем из этой пробирки содержимое перелить наш раствор. Здесь раствор мыла. Если вдруг он попадет вам на руки, вы можете помыть руки. Кстати, советую обязательно после химических опытов помыть руки. Коллеги, помогайте, пожалуйста, друг другу. Отлично. Итак, уважаемые коллеги. Предлагаю на счет три. Поднесите, пожалуйста. Нужно будет перелить содержимое пробирки в нашу мензурку. На счет три. Раз, два, три. Давайте посмотрим, что же будет происходить. У нас начинает происходить химическая реакция. Ну, как вы думаете? Если во время занятия, во время эксперимента, который выполняет группа, у нас начинает происходить вот такое явление, начинает что-то выделяться, выделяется газ, изменяется цвет, запах и так далее. Как вы думаете? Дети заинтересуются тем, что же это за вещество? А как происходит эта химическая реакция? Здорово. Все, да, эксперимент у нас на славу удался. Конечно, в этом случае ребята у нас заинтересуются, у нас возникает вопрос, а что же это за реакция? А где ее можно в жизни применить? А можно ли найти такие вещества, чтобы дома родителям показать? Это тоже такой глобальный вопрос. И, конечно, вот такие групповые эксперименты часто у нас приводят к тому, что мы создаем новые исследовательские проекты. Одно из моих направлений – это именно создание исследовательских проектов. И главное – это заинтересовать каждого ребенка в создании новых интересных проектов вообще, чтобы он влюбился в химию. Хорошо, вы большие молодцы. Прошу вас вернуться на свои рабочие места. Вернуть на место. Мастер-класс, я думаю, что у нас получился довольно-таки насыщенный, интересный. Я надеюсь, что каждый из вас нашел какой-то новый метод, новый прием, новую форму создания своего пространства в своем объединении. И мне бы хотелось закончить тем, чтобы каждый высказал свою эмоциональную окраску, либо существительную, либо прилагательную, того, что он ощутил во время создания, во время работы именно в каворкинге. Что эмоционально он почувствовал. Ну, я как человек, который все-таки проводил мастер-класс, можно все-таки два слова. Первое, это, конечно, небольшая тревога. А во-вторых, это большая радость, потому что мне очень понравилось с вами работать. Можно каждого какой-то эмоционального окраска. Очень интересно. Серьезно? Задумчиво, да? Как же он? Ново. Ново. Ярко. Ярко. Динамично. Динамично. Интерактивно. Это важно. Ясно, это не платает. Опознавательно. Доступно. Доступно. Это очень здорово. Большое спасибо вам, коллеги. Мне безумно понравилось с вами работать. Давайте друг другу поаплодируем. Так же вам остается наш лэпбук. Тоже как-то является одним из методов, одним из приемов работы. И мало того, что вы можете еще раз вспомнить, что вы делали на этом занятии, здесь у нас есть небольшая памятка по тому, как сформировать коворкинг на своем занятии. А также QR-код с ссылкой на мое объединение. Я буду рада со всеми взаимодействовать. Кстати, если кто-то заинтересуется коворкингами, образованием именно таких зонированных пространств, то я всегда рада, мне очень нравится, потому что я идеи горю, мне оно очень близко. Большое вам спасибо.